друзья всем привет у нас сегодня утром минус 24 у кого 25 у кого 26 но там кто выше кто ниже живет то есть мороз хороший морозы дебелы и у нас сегодня 16 число 16 февраля видео выкину завтра исполнилось ровно пять месяцев нашим свинюшкам породы пьетрен помесь пьетрена и сейчас вам я их покажу моих пятимесячных и покажу дюрков это уже сколько четыре или пять дней они как после отъема и покажу в конце крупоружку просили обзор крупоружки как сделано ну как устроены флянцы там туда-сюда какой двигатель тоже покажу поэтому кому какие вопросы интересно досматривайте видео потому что я бывает видео рассказываю на тот вопрос на который вы задавали но вы не досматривайте видео до конца и опять не задаете тот же вопрос покажи крупоружку поэтому как бы старайтесь досматривать видео кто там какими вопросами интересует нам сегодня выполнилось ровно пять месяцев эти поросята опорос был 16 сентября вот 16 сентября они родились на свет 16 октября месяц ноября 2 декабря 3 января 4 16 февраля 5 ровно 5 месяцев сегодня у них круглая дата 5 месяцев съели они на данный момент корма у меня с тем что сейчас у бункера это я вчера им набирал ровно 2 тонны 50 килограмм по сегодняшний день какой у них вес но я даже приблизительно друзья не знаю но если на вас ну допустим как я вижу у меня какой-никакой опыт уже есть ну вот допустим вот этот больше ста килограмм вот этот вот этот меньше он видно спина этого ширина спины вот этого это тоже ли это вот больше ста килограмм вот это наверно 100 если не 110 115 и он стоит а вон в углу стоит тоже хороший килограмм 115-120 но это на глаз ну на глаз я примерно угадаю я могу ошибаться ну там на 10 килограмм мы уже не раз перед тем как спускаем на мясо взвесили я для себя убеждался насколько я примерно ошибаюсь хотя эти тяжелые это мясные у них стало минимально то есть мясные и они тяжелее мерять их замерять толку нет никакого потому что оно не сойдется да и вообще оно не сходится поэтому вот ровно 5 месяцев моим вот этим бьетреном вот такой вес корм я еще дальше считаю считаю корма дальше то есть 2 тонны 50 килограмм уже по сегодняшний день они съели это готового комбикорма вмешанного я сегодня утром посчитал примерно на какую сумму они уже съели вон тот что в углу стоит вот наверно вон а то наверное у них самый большой там наверно уже будет даже страшно говорить сколько сейчас я к тому подойду что в углу стоит примерно со мной как я считаю выгодно не выгодно да получается тот самый большой вот да да он уже хороший килограмм больше 160 5 один на ногах низенькие головы маленькие а сами как сардельки какие ну вот это вот 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 тоже карточка на ногах но сам по себе сарделька это это обезьянка тоже более-менее ну да вот тот самый хороший вот этот это кабачек и он наверное первый пойдет да а ну давай сюда вот он получается вот он получается вот тот вот они съели 2 тонны 50 килограмм это готова комби-корма уже полностью старт и гровер сейчас они ну даже не финиш а вообще не дают никаких добавок горох потому что сейчас толку нет они уже за стол за первую сотню перевалили рост у них замедляется а корма едят больше поэтому я мешаю просто горох и зерновая группа ну чтоб не чувствовали чтоб не было у них чувства голода чтоб были сыты свет пропал вот вот колбаска колбаска давай шарделяка вот и смотрите 2 тонны готова комби-корма это получается я брал зерновую группу пшеничные пшеницу я брал летом по 3000 за тонну она у меня еще есть гороховые отходы которые я им до сих пор даю я брал 2000 тонн и последний раз я брал есть видео 3 тонны по 4000 за тонну ну в среднем я считаю тонну берем Т3 Т4 берем 350 пускай с горохом я считаю как 350 вот они съели 2 тонны 2 тонны если брать готового кобби-корма это 7000 гривен и плюс мешков 10 пошло у меня добавок берем грубо еще 7000 гривен сколько 7 и 7 14 тысяч одного хорошего если все нормально вот еще поднимутся ну плюс-минус десятку я продаю сам мясом ну я реализую сам у себя в магазине ну берем грубо пускай даже не 2 оправдывают весь корм а 3 оправдывают весь корм вот 3 головы весь корм их не оправдывает так я считаю да я считаю грубо даже очень грубо я считаю 3 головы полностью пошло они съели 3 головы если я продам это грубо со всеми там как мне пишут свет лампочка горит и что я работаю берем расход 3 головы ушло на них а 7 а 7 получается как прибыль вы там считаете лучше наверное чем я ну подскажите правильно я посчитал или нет ну я посчитал грубо по 3,50 тона то есть и то я добавил еще добавочные добавки это я добавил просто 10 мешков как по добавил еще плюсом хотя они не идут плюсом а зерновой группы еще меньше пошло но я знаете как лучше больше чему-то не досчитывать или впрыты вот вот этот здоровый кабачка первый пойдет и получается 100 на 3,50 вторая 3,50 это 7,000 и я беру еще 7,000 на БМВД белково-минеральная витаминная добавка это 14,000 ну и берем туда-сюда пятое-десятое еще 6,000 докидываем 20,000 20,000 это при хорошем раскладе еще подержу я их там месяцок или больше это 2 головы ну скажем так плюс-минус может быть даже больше а может быть чуть меньше ну я так а я беру на расходы 3 головы то есть еще доплюсовываю и 7 остается 7 остается куда 7 остается как прибыль тут я сделал вот так и двери еще повесил думаю чтоб теплее было чтоб не так переживать свет пропал свет пропал сейчас включу ой говорю включу открою вот у меня тоже поросята после отъема не знаю 4 дня или 5 дней там кто контролирует знает точно то же самое поносов у них нету и уже не будет понос на второй на третий день и начинается на четвертый эти все жопки чистые веселые бегают вот так вот так вот так веселые бегают жопки чистые да жопки чистые вот так вот так вот так вот так там мне писали типа дюрок уши не ложатся вот бывает уши ложатся у моих или сразу первый месяц а бывает аж на второй на третий ложатся ухряка моего яшу которого я продал на киеве у него аж через три месяца уши легли а так стояли ну вот видите в этого начинают вот в этого а в этого наоборот другую сторону вот в этого так что по-разному от выводка до выводка по-разному бывает я это уже знаю корм я им уже насыпаю что у них есть в наличии корм вечером засыплю вода тоже а уже да они с первого дня воду пьют показал понажимал пару раз и с первого дня воду пьют но я их не какашки контролирую перед тем как убирать контролирую они как гусенички хорошие какашули у них поэтому как бы вот это меня радует самое главное с десятого дня я начинаю я немного как бы с ними повожусь начинаю дробить этот предстартер насыпать и по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы они именно съедали по чуть-чуть начали есть и они свой предстарт едят и едят со своей мамой а ей я колочу со стартом и получается вот ты кабачик какой кому-то попадется ух ты уже он начинает крыть и на свинку прыгает эй васька опа опа вася вот так видите вот кабанчик кто-то заказал у меня вот этого и уже он учится крыть только я не знаю это свинка или кабанчик внизу свет пропал но я у нас морозы большие сейчас двадцатки больше двадцатки поэтому я сейчас повесил им три лампы обогрева двести пятьдесятка и две сто пятьдесятки то есть тут нормально я и градусник контролирую сколько мы сейчас тут открыто двери понятно холодно тут сейчас свет появится и будет им тут опять ташкент то есть видно по поросятам что они ну не больные нет у них ни срачки ни болячки веселенькие хорошие поросята а когда вот он начинает драстать хвосты опущенные ходят как обиженные уши висят это тоже мы знаем а вот у нас контролер который все контролирует и всегда мне говорят ты Борю с собой он постоянно со мной Боря он любит маленьких порошаток да Боря вот то есть друзья а такие дела у нас так давай смотри сейчас покажу крупоружку так вот крупоружка 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 покажи как устроен света у нас здесь нет свет пропал сейчас попробую вот так у меня тут бардыбар сегодня тоже хотел подробить немного значит двигатель у меня китайский спрут это человек делал сам делал уже наверное не делал спрут китайский 2,2 киловатта я думал 2,4 2,2 киловатта 2,855 оборотов минут ну то есть считается трехтысячник 2,2 киловатта он слабенький но мне хватает головой мне чем нравится вот вот к примеру вот этот флянец я хоть на бочку хоть куда у меня такая есть избишка квадратная на бочку поставил флянец опустил и любое решеток кинул у меня разные виды решеток и все включу здесь здесь вот такой крестообразные ножи два штуки один прикручивается и второй вот он сюда крутится уже залезал один край надо будет со временем перевернуть и поварены такие ребра жесткости через каждых 3 сантиметра ну обычные пластинки металлические высотой 1 сантиметр ну я знаю делают по-разному кто делает квадратик для кладки кирпича прутик квадратный 10 на 10 миллиметров и варить через 10 миллиметров ну здесь он сделал так сейчас замеряю сам флянец флянчик замеряю рулеткой замеряем молоком и 330 вот этот вот весь флянец 330 миллиметров 33 сантиметра в диаметре ну я думаю можно и больше и меньше тоже такое высота его 5 сантиметров вот этого флянчика 5 сантиметров ну бункер уже тут на усмотрение каждый как хочет так и сделать грубо говоря ну здесь что мне нравится кнопка включения-выключения и в случае перегрузки не раз было что-то попадет металлическое или еще что-то сразу выбивает автоматы нагрузки сразу автоматы выбила я включил вытянул там что надо ну вот это мне что-то подходит сам двигатель стоит не так уж и дорого сам двигатель стоит там чуть больше тысячи гривен вот такой двигатель спрут у меня и насос в колодце китайский спрут ну то есть это китайские двигателя ну работает меня полностью устраивает производительность ни разу не засекал за сколько что но тоже устраивает если там я за час могу вчера я буквально за час больше четырех мешков да где-то так ну там плюс-минус ну я просто где-то так так что кому там интересно крупоружка такая думаю объяснил здесь задвижка я когда горох на всю открываю потому что он быстро пшеница так открываю на больше чем половину ячмень прокрываю потому что по ячменю дольше вот так друзья сейчас свет появится буду дальше что-то делать